Здравствуйте! Наступила уже холодная осень и косула опата, которая у нас стояла на улице, денежное дерево, мы уже занесли сюда в помещение. За это лето произошли такие изменения. Во-первых, мы хорошо обрезали. Мы обрезали, потому что, во-первых, посчитали нужным, что очень много веток, они начинали обвисать, как-то формироваться все неправильно. И мы решили сделать более компактную крону. Кроме всего, нам показалось, что тот цветочный горшок, который был до этого, он все-таки сильно большой. Если вы знаете, что если крона не соответствует цветочному горшку, естественно и корни там поменьше, поэтому есть вероятность того, что можно залить водой и корни начнут подгнивать. Что часто бывает у многих, когда начинают желкеть листья, когда листья начинают опадать, быть мягким. Это говорит о том, что корни подгнивают и питательные вещества к стволу и к листьям не приходят. И так как у нас уже был такой плачевный опыт, поэтому мы решили с мужем, что лучше его пересадить. И мы пересадили. Мы пересадили. Я даже сейчас покажу маленький такой фрагмент. Мы засняли его. И вы увидите, что мы сделали это правильно, потому что корень был небольшой. Решили еще раз пересадить это денежное дерево. Красовую абату. Цветочный горшок поменьше. Корень после той пересадки все-таки начал отрастать. Вы видите маленькие вот эти корешки. И здесь тоже не буду пока землю тряхивать. Но с другой стороны, мы посадили немножко глубже тогда, то корень... Видите, корешки начали расти с ствола. Ну, короче, мы его посадим, так как тот цветочный горшок очень все-таки большой для этого корня. Для, конечно, для самой кроны. Не очень, но все равно он какой-то бедный. Он какой-то тусклый. И для того, чтобы его не залить случайно... Сейчас, ну, видите, здесь вообще пока нет корня. Измена такая тоже непонятная. Сейчас мы эту землю заберем. Оставим только корешки. Да, тут немножко оторвало корешки. Так, все, не буду трогать, потому что корни очень нежные. Ну, корни растут, видите, просто аж с самого. Поэтому, если у вас вдруг такой случай, как у нас, что загнили корни, то можно его садить намного глубже. И ствол, сам ствол дает вот корни. Ну, пересаживаем. Пересаживаем. Корень очень маленький. Сейчас пока на улице осень. Вот я его взяла, такой вот цветочный горшок. Вот. Сейчас приготовлю землю. Здесь она... Здесь она с этими... Сейчас я ее прям высыплю сюда. Покажу вам, как и вообще... Что здесь вообще делается. Видите, здесь много керамзита, песка. В общем, сейчас я сделаю такую хорошую землю. Больше с керамзитом, с песком. И посадим его сюда. Таким образом мы получили вот такое дерево, в котором вполне приличный такой уже ствол. Он формируется, как бонсай. Сейчас многие делают с такого денежного дерева бонсай. Это тогда, когда просто обрезают ветки. Ну, что сделали мы. И ствол при этом остается толстым. И такое создается впечатление, что, ну, такое компактное мини-деленцо делается. Ну, так как у нас каждая веточка, которую мы обрезали, она уже была похожа на мини-такое маленькое растение. Поэтому мы где-то два месяца, два с половиной, по-моему, где-то назад, мы все эти растения высадили просто в землю, просто в огород. У нас частный сектор, есть место. И мы просто посадили в землю, посмотреть, как оно будет реагировать. Потому что, вы знаете, что тоже зависит еще от состава земли. Если мы хотим, чтобы растение росло быстро, чтобы оно развивался, корень и крона, то садим в хорошую плодородную землю для суккулентных. У нас в магазине продается такая земля. Там она практически такая жирная, торфяная земля. Конечно, с кусочками керамзита, чтобы он мог упитывать лишнюю влагу. Но все равно это очень жирная такая земля. Питательная земля. Если мы хотим выращивать растения компактные, маленькие, такие, как подарили мне Андрея из Днепропетровска, вы видели уже не одно видео, то он рекомендует землю чуть ли не сам песок. Для чего? Для того, чтобы растение не спешило расти, для того, чтобы не вытягивались побеги, для того, чтобы... Ну, это миноры, это маленькие такие растения. Но мы посадили просто в землю, которая, какая у нас есть на огороде. Вот. И я вам предлагаю сейчас посмотреть, что мы получили за два с половиной месяца, как укореняется, и как я рекомендую тем, кто беспокоится о том, что... ну, о том, что плохо... плохо растет растение, плохо укореняется, плохо приживается, то можете тоже попробовать где-то у себя, может быть, на следующий, естественно, год, на огороде, или где-то у друзей на даче, или, может быть, даже в полисаднике возле дома, попробовать посадить несколько таких и листочков, и веточек, и вы увидите, что это растение, оно растет же на юге Африки, то есть в Африке, вот в Аргентине я была, они растут просто в земле на улице, это растение, оно, можно сказать, приспособлено в хороших климатических условиях, жить просто на земле, на улице, там корни не ограничены каким-то цветочным горшком, никто их там не пересаживает, они себе растут, да и растут. Собираем урожай, грибов нет, есть денежные деревья. Да, будем потом собирать деньги, вот это отмануло, ну это такое, ну все равно же вырос, ну что ты ему сделаешь, конечно, земля, где-то камни, а мы с него потом будем делать бонсай. Да. Вот какой он в земле рос, за лето вырос, такой и пусть и растет. Это же его просто посадили, вот смотрите, покажи вот это, смотри, ну что это, листочек просто упал, листочек, вот, ну что ему делать, ну. корень есть? Корень есть, естественно, что корень есть. Еще смотри, какой красивый растет. Просто упал, говорят, вот плохо растут, а он заливался здесь, чем хотел, водой. Что оно тут, он, короче, может пусть растит наше. Это ему где-то месяца два, да? Смотрите, какие корни. Вот это, о чем я говорю, что... Это готовый бонсай, мы его вот так вот посадим, лежа. Лежа. Вот это, видите, когда укореняется, корни пускает, просто обыкновенная, ствол обыкновенный, даже такой вот, как здесь, уже такой задеревеневший. Ну, в принципе, его сюда и не посадишь. Это надо цветочный горшок побольше. Давайте посмотрим, что здесь. Ну, это, это более такое вертикальное, тоже корешки. Тут внизу, это надо все, конечно, нижний листочек отломать. Ну, а здесь, как говорят, отмыть, отогреть. Вот это листья, конечно, можно сразу оторвать, чтобы не забирало силы. Ну, а это здесь прищипнуть. Ну, и получается в виде деревца. Вот веточка пошла расти. Вот сильно уже укоренилась. Очень хорошо пошел корень. И даже, смотрите, смотрите, листочек отломился. и уже пошло. И земля им в пользу пошла. Да, и земля, и дождь заливал, и солнце светило. Вот такое. Тут, видите, вот ствол сюда, но сюда уже пошли все корешки. Некуда их высаживать. но обыкновенно в земле очень хорошо укоренилось. Смотрите, сколько корешков. Просто, просто красотулечки. Вот это что такое? Наросло, наросло, наросло. Наросло, наросло. Тоже, тоже это была просто ветка. То есть, получается, что если что-то у вас с корнем нехорошо, значит, садите немножко глубже. Видите, сам ствол, это как ветка. Она пускает корни, вот видите, корни как просто на ветке. Давайте вот этот еще посмотрит большой, что здесь было. Ну, здесь, видите, не так и много и есть. Конечно, ему было тяжелее всего. С одной стороны здесь пошло, потому что было сильно это... Ну, живой. Ну, живой, конечно, живой. Это надо все прищипнуть, но потом, после того, как он уже привыкнет жить в неволе, это же не жили на свободе. Так, тоже надо отдельно горшок. Будем выращивать бонсай. Будем обрезать, экспериментировать, ну, а что делать? Выбросить, оставить. Видите, опять же, то же самое ветка. Сюда присыплю. Тоже, то же самое. Вот такой себе. Пусть посмотрит. А ну, этот посмотрим. Просто я вам показываю, какие, как укореняются, можно просто укоренить их даже на улице летом. Ну, все, прекраснейший корешок. Прекраснейший. Сюда посажу. Ой. Просто загляденье. Чем, чем меньше веточка была, тем лучше пошли корешки. Видите? и вот это уже пошло с самого низа. Оно, конечно, я его сразу оторву. Оно не надо здесь. Вот это все. Урожай. Урожай. Сейчас вот это еще надо все пересаживать. То есть, я вам показала, что хорошо, очень хорошо укореняется в обыкновенной земле, на улице. Ну, покажи, что это земля, что это огород. Ну, вот так получается. За два, за два где-то месяца, ну, с середины лета, в августе, наверное, август, сентябрь, где-то за два с небольшим месяца вот такое произошло укоренение просто на воздухе. Так что выращивайте, укореняйте, не бойтесь отрезать веточку, садить просто так, без всякого проращивания там в воде, просто в землю и все будет вам так, как вы хотите. Ну, и еще говорят, что, ну, боятся там делать обрезку сильную, делать с этого дерева бонсай. Конечно, сейчас уже не то время, сейчас у нас в нашем полушарии настает зима, лучше это делать весной, когда почки все-таки быстрее просыпаются и быстрее будет это все дерево обрастать, так как у нас вот за лето очень хорошо выросло. Вот как это вы видите денежное дерево, вот побеги, которые были, выросли в течение лета. Ну, где-то месяцев за пять, можно сказать, за полгода. как дальше я буду формировать, пока что еще не придумала, но тем не менее, вы видите, что все это красиво растет и возможно, если вы захотите, возможно сделать. А те ветки, которые вы обрежете, можно посадить вот так, как я вам уже показала. Так что экспериментируйте, если у вас есть из чего экспериментировать, если есть у вас желание, если у вас есть настроение это делать, любопытство какое-то, так как у меня я не сколько развожу сорта, сколько показываю вам на своих примерах, на примерах этих всех растений, что я делаю, какой результат с этого получается. И, естественно, тоже, можно сказать, терплю какие-то поражения, что-то делаю немножко неправильно, потому что если бы действительно я делала все правильно, то, наверное, это дерево уже зацвело, ему уже 9 лет уже надо ждать цветения. Так что я вам тоже желаю, чтобы ваши растения цвели, чтобы у вас был хороший денежный поток, чтобы у вас все ладилось в семье, в жизни, и если вы это связываете с своими денежными деревьями, то, пожалуйста, связывайте, дарите им хороший энергетический поток, любите их, и, как говорят, будет вам добро. обгонюйте, герметр, вот, а можете помнить,